Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Давно я ничего не снимала, но тут мне приехало несколько огромных заказов и фраше, я решила, что пора возвращаться. Свет, конечно, не очень, уже достаточно поздно, поэтому если будут какие-то декоративные продукты, сводчи я вам сниму в отдельном видео. Давайте я начну с заказа, по которому у меня осталась платёжка вот эта, и будем идти прям по списку. Заказ вышел на 2724 рубля, это я добивала до третьего подарка и решила, что будет намного выгоднее, чем взять на минимальную сумму с одним или двумя подарками. Что у меня было в заказе? Первое, это насыщенный крем интенсивного увлажнения, у меня попросили его купить, также сама я им пользовалась. Просто базовый хороший увлажняющий крем моей комби-кожи. На тот момент он подходил только на зиму, потому что на лето у меня оставалась какая-то жирная плёнка на лице, но его очень любят, я это знаю, и поэтому меня нередко просят его заказать. Дальше. Ультраосвежающий гель для умывания. Вот гель для умывания, особенно вот эти вот большие банки, я могу только похвалить, потому что это действительно прекрасный продукт, которого вам хватит, ну, месяца на четыре мне хватает. Я пользуюсь в утреннее время, если в течение дня не крашусь, то могу ещё и вечером только этой умывашкой умыться. Обычно я очищаю просто лицо гидрофильным маслом, пенкой, там ещё какими-нибудь скрабиками, а вот на утренние я тоже себе эти банки покупаю. Очень крутой продукт, который выходит за весьма такие бюджетные деньги, поэтому прям могу посоветовать. Там есть для нормальной комбинированной кожи и комбинированной жирной кожи, поэтому следите, у них цвет один и тот же, надписи отличаются. У меня в данном случае это идёт для нормальной и комбинированной кожи, а второй, по-моему, идёт с мятой, вот он уже для жирной. Дальше. Что ещё было в заказе? Это гель-крем 0 недостатков. Тоже я им уже пользуюсь, пользовалась ещё в старой версии, и могу сказать, что это весьма крутой крем, если у вас кожа проблемная, жирная, на лето прекрасно подойдёт нормальной коже тоже, в принципе. И единственное, что меня смущает, это банки, которые сейчас стали, у меня просто всё вылетает, постоянно вот здесь всё рвётся. Я бы хотела, чтобы они вернули стандартную упаковку, они типа там упростили всё якобы, чтобы сохранить природу, но при этом на некоторых продуктах они оставили и следу, и нормальную упаковку, а здесь они решили максимально всё сократить в производстве. Как-то странненько, но продукт тоже прикольненький. Дальше, что у нас здесь есть? Это парфюмированный гель. Я беру мужские парфюмированные гели в большом количестве, потому что подсадила на них друзей. Моют ими и голову, и тело, все довольны, ароматы у Ифраше мужские все прекрасны, я считаю. Там нет ни одного противного аромата даже на мой такой искушённый вкус, поэтому тоже можете попробовать. Единственное, нужно искать по скидке, потому что ценник сейчас они загнули знатно. Ещё в прошлом году по полной цене он стоил, по-моему, рублей 600, сейчас уже под 900, если не ошибаюсь. Но всегда можно его приобрести с 50% скидкой как минимум по любому банку, мне кажется. Следующее, это набор. Набор, скорее всего, гель для душа и ванны кофе и водоросли, они тут подразумевали. У меня просто все заказы смешались, я уж так покажу, что есть. И вот эти водоросли, которые появились, достаточно такой приятный унисекс аромат, и можно пользоваться всей семьёй. Часто его тоже просят заказать, а кофе я беру себе, потому что кофе я просто обожаю. Он сладенький, Жордан Дюмонт, у меня всё, все закончились, точно теперь запасы. Это был раньше такой жиденький гель для душа, но аромат у него на самом деле самый приятный из всех, которые были. Кофе, который предыдущий, говорят, вот, который такой бежевенький был, первомутровый немножко, нравился больше, чем в новом оформлении. В новом оформлении многие ругают гели. Я разницы не вижу в плане качества, а вот по аромату Жордан Дюмонт для меня были самые-самые крутые, конечно. Конечно. Дальше парфюмерная вода, Плейс Али, у меня тоже её уже забрали. Я очень часто выкладываю на Авито всё-всё лишнее, что у меня остаётся от заказа. При этом к стоимости продукта я ещё добавляю стоимость доставки, если, например, она у меня вышла, там, 290 рублей. И таким образом покупаю то, что мне нужно, не заплатив за доставку, а иногда даже с очень большой скидкой. Прикольненько получается. Подарок мне также пришла, это был второй подарок, не помню от какой суммы. Это парфюмерная водичка Мон Руж. Она у меня уже была, я её не то маме отдала, не то ещё куда-то, потому что аромат мне не понравился. Я его тестировала в бутике, потом вот в этой версии 5 мл я его тестирую. Такая фу, что за цитрусовый, знаете, такая как цедра у апельсина, неприятный горький аромат был. Сейчас же я его попробую, я не знаю, прошло года полтора-два, и это такая вкуснота для меня. Это цветочный, сладковатый, с цитрусовыми нотами аромат. Вообще совершенно другое, не то, что я ощущала вот получать. Но реально, когда он вышел, вот когда он только-только вышел, я его потестила. Мне кажется, года полтора точно прошло. И сейчас это прям моя вкусняшка, я вам попозже покажу полную версию, потому что я её себе заказала, просто не могла не заказать, ибо это реально сейчас для меня очень-очень вкусно. Как бы я его не ругала тогда, сейчас я его полюбила. Mon Rouge Blumen Love есть, вторая версия, она полегче, и она мне тоже нравится. Ей я пользуюсь весной-летом, прям тоже кайфовый аромат. Дальше, последнее, что осталось, это молочко для загара. Я не помню, я брала три разные. У меня здесь вот такая под рукой осталась. Вторую, которую без помпы я уже отдала банку маме, потому что они со свекровью едут на отдых, и им тоже нужно будет хотя бы одну баночку на двоих иметь. Которая со спреем, её ругают, что у неё очень плохой пульверизатор, это раз, поэтому... Но я всё-таки рискнула взять, и мне не нравится, что мне прислали штуку, у которой всего срок годности до 07-20-25. Обычно срок годности 2-3 года, и хотелось бы, чтобы такие штуки, они сливали куда-то на скидках, ибо если я в этом году не допользую эту банку, уже в следующем году, считаю, будет просрок, потому что в июне я точно никуда не езжу, обычно я катаюсь в конце июля-в августе. Не очень приятная ситуация, но да ладно. С SPF-ки у эфраши очень крутые, я пользую вот эти штуки даже на лицо, хотя у них крема для лица есть отдельно. Мне они не особо нравятся на повседневную носку, потому что оставляют жирную плёнку, белёсости нет, пора вроде не забивает, я такого не замечала, но я, повторяюсь, я очищаю очень хорошо вечером кожу, это всегда гидрофилка, всегда корейская пенка, и, возможно, поэтому ничего не забивается, но лучше я буду брать вот такую банку для всего тела, и всё, никаких проблем у меня не будет. Здесь у меня всё, остальное я буду показывать уже без бумажки, просто так, и пойдёт дело быстрее. Взяла для лица вот такую штуку, это получается солнцезащитная линия, идеальный загар, матирующий, там есть антивозрастной и матирующий, я решила взять в этот раз матирующий, антивозрастной у меня точно оставлял плёнку жирненькую. Дальше в заказе также были Mon Evidence, взяла на подарки эти гели для душа, они такие типа мягкие, подходят и для волос, и для тела я бы волосы не рискнула мыть, если честно. Дальше были взяты два геля для душа, и это опять-таки водоросли. Я увезу один родителям в баню, а другой подарю брату. Ещё три мужских геля, и они идут, ну, то есть меня попросили их приобрести. Это самый свежий, на мой взгляд, аромат, этот Бойс Де Саш, и он подходит больше, мне кажется, молодым ребятам, либо тем мужчинам, которые не любят там древесные, яркие, терпкие какие-то ароматы. Вот этот будет прям самое оно, он держится весь день, при этом совершенно не душат. К сожалению, моему мужу этот аромат не нравится, но, друзья, у меня пользуются с удовольствием. Была, видимо, какая-то очень хорошая акция, если я рубанула аж три штуки. Так, дальше. Плейс-олень я тут принесла свою мини-мишку, видимо, хотела показать в том заказе. По аромату у меня брали вот в этом заказе, я, кстати, взяла 100 мл, это нереально просто выгодно. Себе я взяла только 30, потому что для меня это травянистый цветочный аромат, и 100 мл мне точно не нужна. Знаю, что этот аромат любят, но всё-таки не покупайте его без затеста, потому что яркая травянистая нота, которую очень многих может оттолкнуть. И моя любимка, это Монруш, уже 50 мл. Я думаю, мы с мамой на двоих её ушатаем, потому что ей очень нравится версия Bloom in Love, и раз уж тут мы с ней сошлись в коем-то веке во вкусах, то и этот ароматик, я думаю, тоже ей дам затестить, и, скорее всего, ей зайдёт в этот раз. Наконец-то, потому что у нас с ней вкусы разные абсолютно во всём. Нет ничего, в чём бы мы сошлись, кроме вот прям некоторых вещей в одежде. И то это, знаете, какая-то одна вещь раз в 5 лет. Мы с ней со школы в этом плане сурёмся вообще знатно. И ещё одна покупка, которую я чуть не купила только-только, когда появилась. Она стоила достаточно дорого, а тут с двумя, там, тремя подарками получилось нормально. И эта палетка из весенней коллекции, называется она, не вижу, бретонские просторы. 13,5 грамм на 9 оттенков, это получается по 1,5 грамма. В принципе, нормально. Мне нравится, что здесь нет зеркала, и на самом деле взяла из-за вот этих вот трёх оттенков. Очень красивые цвета, четырёх, да? Показала 4, сказала 3, молодец. Палетка немножечко мне напомнила Мистери от Эвелин, которую я просто обожаю, там уже до дыр всё дотёрто. Там также мятный оттенок, также сиренево-фиолетовые оттенки, коричнево-красненькие есть. Поэтому что-то общее присутствует, и я думаю, эта палетка тоже мне зайдёт. И, как обещала, сводчи будет в отдельном видео. Постараюсь отснять как-то до обеда, чтобы было нормальное освещение. Именно дневное, не хочу кольцевой свет включать. С Ивроше походу всё. Немного по своему уходу, потому что были закупки. Я, наконец-то, всё повыкидываю и начну пользоваться дальше. Бренд Пурита. Я вам про него уже столько раз рассказывала, что, наверное, уже уши прожужжала. Но так как видео выходит редко, я могу себе позволить. Закончился тонер, купила тонер. Он немного попахивает спиртом первый месяц использования, потом каким-то он образом пропадает. Хотя это заявлено линейкой для чувствительной кожи. Спирта, как такового, здесь быть не может. Видимо, это какой-то другой консервант, который даёт такой запах. Тонеры я люблю такие густенькие. Я не пользуюсь уже пэдами, всякими ватными дисками. Сразу наношу либо на лицо, либо на ручки, и потом по лицу растираю. Очень прикольный, он убирает чувство стяности и сам по себе хорошо увлажняет. Это можно заметить потому, что вот если его не использую, у меня лицо начинает стягивать уже там в течение дня. А вот с ним прям до конца вечера я дохожу нормально. То же самое могу сказать про сыворотку. Когда она у меня закончилась, я поняла, что без неё я уже не могу. Поэтому сразу же приобрела другую. И здесь будет такой момент, если захотите приобрести, потому что линейка это для чувствительной кожи. Именно Unscented идёт, а у них ещё есть классическая Центелла. Там мне крем не понравился. Он пахнет какими-то грибами белыми, что ли. Я не знаю, прям свежие грибы. И я решила, что я буду брать только Unscented. Мне сказали, что если вот такой прямой дозатор, то эта подделка носит должен быть вздёрнутый. Но я покупала этот продукт, получается, два. И у меня ещё один в запасе. Все они с разных источников. И везде они идут именно с такой помпой. Это же приходит из Золотого Яблока, с Мегамаркета и с Озона. Вот на Озоне я видела сдёрнутые носики. Мне кажется, вот это уже подделка. Потому что сдёрнутые носы – это самая первая версия. И вот её подделать они бы успели. А сейчас у этого продукта идёт уже третья волна ребрендинга. И выглядит оно по-другому. Мне кажется, они просто не успевают подделывать. Вот старую версию я побоялась купить. В общем, по сыворотке увлажняет, успокаивает, выравнивает тон лица. И та же самая ситуация с тонером. Без сыворотки, если я просто наношу тонер и крем для лица, мне маловато. А вот если всё сразу, то просто очень сильно кайфует кожа. Закончился крем. Крем у меня, получается, уже третья банка будет. До этого я пробовала просто Центелла. Это уже идёт Центелла Unscented. И я решила, опять-таки, без запаха взять ещё одну. Не помню, по-моему, на Мегамаркете приобретала. Где-то в районе полутора тысяч. Все-все-все продукты дороже я не беру. Я жду каких-то скидок. У меня много всего в запасе. И я могу там месяц-два подождать до снижения цены. Потому что крем вообще за три тысячи видео. Это как-то дороговато. Он у меня уходит достаточно быстро. Для моей комбинированной, склонной даже к сухости в районе, например, щёк, лба. Мне подходит идеально. Он не оставляет жирной плёнки. На нём нормально держится тональная основа. Поэтому могу посоветовать. Единственное, не понимаю, почему в комментариях пишут, что это очень жирная штука, которая лежит на лице, не впитывается. Я не представляю, как он может не впитываться, когда питания от него как такового не прям много. Это не какое-то масло. Это не заявлен питательный крем. Да, он восстанавливающий. Но под восстановлением здесь, скорее всего, подразумевается то, что быстрее прыщики заживляются. Он сам по себе увлажняет. И питание даёт настолько, чтобы не появлялись какие-то шелушинки. Но это не какая-то жирная масса. Комментарии данные я не понимаю. В общем, приобрела. Наконец-то выброшу я вот эти уже банки. И буду пользоваться новенькими. На самом деле, я купила уже достаточно давно. Сыворки, как видите, половины нет. Просто видео не было возможности отснять. Я уволилась только 10 июня. Дальше ещё по тоннерам давайте пройдёмся. Потому что всё у меня в ходу сейчас. Все тоннеры я покупаю густые. Эту штуку я вам уже показывала. Надо в запас взять побольше. Сейчас продаётся тысяча с чем-то в подружке. Бренд из фолио продаётся в основном в подружке. В офлайн-магазинах больше нигде не видела. А вот онлайн и на Озоне найдёте, и на Мегамаркете, и на Вайлберсе по-любому тоже есть. Мне нравится версия именно с алоэ. Та, которая с коллагеном, розовенькая. Она у меня пока стоит без дела. Мне не нравится аромат. Не могу с ним пока свыкнуться. А вот это свеженький аромат хорошо успокаивает кожу. Переливаю в маленький дозатор со спреем. И просто закидываю в сумку, беру с собой. Летом где-то я нахожусь. Я могу лицо протереть салфетками, сверху нанести тонер. И просто кайфово себя ощущаю. Но единственное, если у вас макияж, вас так сделать не получится. Но 400 мл брала рублей за 500-600. Самый кайф на лето. Если увидите на скидках, обязательно приобретите. Не пожалеете. Он реально очень густой. Вам хватит его на всё-всё лето. Если даже будете пользоваться по 5 раз в день. Дальше бренд. Вот это GM Solution. Да, правильно же прочитала. Я сначала приобрела стик-стик. Я брала рублей за 800 на озоне. Была очень скептически к нему так относилась. В принципе, к нему скептически настроена. Хотела я сказать что-то. Давно не снимала. У меня прям язык заплетается. И мысли путаются. Оказывается, очень тяжело снимать видео на протяжении 15-20-30, тем более, минут. Чтобы у тебя не спутались мысли. Ну да ладно. Просто заявлен как многофункциональный стик. Я его как-то нанесла. Нанесла его в районе носа. Я тогда очень сильно болела. У меня вышли какие-то ещё непонятные воспаления. И он вот именно с этими воспалениями справился. Он их успокоил. Прыжечки прошли буквально за два дня. При том, что шелушения как были, так и остались на месте. То есть, несмотря на то, что заявлен он там многофункциональный, что он и восстанавливает, и питает. Питание ноль. Вообще зеро. А вот с прыжечками справился. И я так и не поняла, что в составе так хорошо сработало. Но брендом я заинтересовалась. Много чего заказала. Как приедет, я сниму ещё одно видео. Решила из этой же линейки взять тонер. И вот тонер меня подрастроил. С другой стороны... Ну, с одной стороны он прям такой густой. А с другой он так пахнет мылом каким-то непонятным, что пользоваться им это одища. Да, вот какое-то мыло. Не скажу, что неприятное, но запах мыльный. И не особо мне хочется когда-то в распылитель перелить. Как вот, например, с этим тонером алоэ. И нанести себе на лицо. По поводу помутнения. Мне казалось, что он был немножечко светлее. Но надеюсь, что это просто... Мне показалось. До 26-го года срок годности. Может, его вообще нельзя держать на свету никак. Но он у меня стоит в ванной. Там, естественно, окон нет. Пол-литра... Ой, не пол-литра. Вру. 600 мл обошелся он мне в районе 900 рублей, если не ошибаюсь. Но буду пользоваться. Если он также будет работать с прыщичками хорошо, как и вот этот вот стик. И тем более в комбо, если они сработают прекрасно. Я буду повторять. Буду покупать дальше. Но если с ароматом не свыкнусь, придется, к сожалению, перечеркнуть для себя как минимум и эту линейку в GM Solution. В плане тонеров, естественно. Еще один тонер, который у себя откопал, это Mizen. У него очень приятный, да, приятный дозатор. Хорошо увлажняет и может заменить с собой даже, наверное, сыворотку. При условии, что внутрь я нанесу еще какой-то другой тонер. Но мне вот такая многоходовочка нужна, чтобы лицо у меня было достаточно хорошо увлажнено. Огромный минус в чем? Это запах туалетного утенка. Либо же просто вот средство для мытья посуды лимонной. Это вот запах прям, ну, невозможно. Раньше я как-то хорошо к ним относилась. Я такая, ну, лимончик и лимончик. Химозный и химозный. А сейчас я достаточно капризная. И на лице вообще не хочется такое терпеть. Но в целом, по поводу объема, стоил он в районе тысячи. Сколько здесь объем? Я думаю, миллилитров 150 здесь есть. Он достаточно крупненький, удобный дозатор. Поэтому, опять-таки, увидите до тысячи. Если вас не смущает этот аромат, то можете приобрести. На лето прекрасный. Он не скатывается. Гелевые текстуры очень часто скатываются. Особенно, кто наносит сверху тональную основу, понимает, о чем я. Потому что ты наносишь этот многоэтапный уход. Наносишь тоналку и понимаешь, что у тебя все там по контуру лица в катышках непонятно. Приходится все смывать и начинать заново. Не очень прикольненько. Дальше поругать и похвалить. План, я вам показывала, повторные были покупки вот этого дневного крема. И решила к нему в пару заодно взять ночной крем. И немножко пожалела, потому что дневной крем прекрасен чем? Он хорошо увлажняет, очень экономный. Мне достаточно вот одного вот этого вот пузыречка. Он еще находится в геле, поэтому прям кайфово сверху ношу тоналку. И весь день лицо не жирнится, при этом достаточно хорошо увлажнено. Из минусов, говеная упаковка нереально просто плохая. Но из плюсов что? Здесь 60 грамм, а не 50, как обычно. Они сэкономили на упаковке, но на 10 грамм больше кладут, чем другие бренды. Обычно 50 все-таки миллилитров кремушки стандартные. Поэтому дневной могу посоветовать, если у вас нормальная комбинированная кожа. Возможно, комбинированная, склонная даже к сухости, как у меня. На лето он просто прекрасен. Я буду покупать еще и еще. В отличие от ночного. Ночной крем у него тоже такая красивенькая там структурка внутри. Во-первых, здесь есть какие-то непонятные блески. Вот эта вот сама белая штучка, она с первом утром, и это на лице видно. Мне не очень нравится, когда я умылась вечером, нанесла ночной крем, и на мне какие-то блестючки есть. Мне просто неприятно. И по поводу самой гелевой текстуры. Она питательная, она не так легко впитывается, как дневной крем. Даже если я наношу, например, поверх тонера на мокрое лицо, так обычно намного легче все разносится. И те кремушки, которые скатываются, чаще всего я наношу именно на мокрое лицо, чтобы более тонкое покрытие было и быстрее впиталось. Но здесь это не сработает, он, в принципе, сам по себе липкий. Не хочет моя кожа его воспринимать, поэтому этот кремушек я допользую и покупать больше не буду. Буду брать дневной и пользоваться им как и днем, так и вечером. С предыдущей банка от Пулана я так и сделаю. В общем, дневной прям кайф, ночной фигня. Поэтому задумайтесь, если вдруг захотите приобрести, потому что продается на зоне, продается в яблоке. И мне даже реклама выходила в мегамаркете. Поэтому по-любому вы его видели. На красивенькое вот это вот оформление можно очень-очень даже повестись. Именно так на шару я купила свою первую банку. Дальше неожиданно мое открытие. Поехали в Нижний Новгород и остались без воды на сутки в нашем отеле. Если можно так сказать, мы сняли отель, думали, а это была квартира. И, в общем, там что-то случилось со стояком. Мы сутки остались без воды. Я при полном мейкапе, не знаю, что делать. Девять вечера я пошла покупать мицеллярку. И, ну, просто самая первая, которая была из знакомых мне в магазине, по-моему, Мозаика, что ли, называется. У нас просто в Татаре такого магазина я не видела. И решила взять чистую линию по старой памяти. Раньше я у них брала с розой, но после какого-то перевыпуска, её тоже там очень много раз в упаковку, по-моему, переделывали, мне начало щипать глаза. Я такая, всё, к чистой линии я больше не вернусь. Но тут решила взять и прям кайфанула, потому что мою стойкую подводку, тушь, она сняла прям очень быстро. И, ну, прям буду пользоваться с удовольствием. Надеюсь, ничего у меня тут не протечёт. Упаковка, кстати, удобная, но брать с собой, конечно, не стоит. Я не знаю, как у меня ничего не разлилось в сумке. Я только сейчас поняла, что она у меня недозакрытая была. Но кайфовенькая, стоила где-то 270 рублей, если не ошибаюсь. В общем, класс. Давно я мицеллярк новых не пробовала, обычно брала просто Эвелин и не парилась на протяжении как минимум двух-трёх лет, наверное. Дальше детские покупки. Поеду в гости к племянникам. Я не видела их, наверное, с 8 марта примерно брат приезжал. Меня поздравить, потому что сама я из дома уже не выползала, потому что была большая нагрузка на работе. Поэтому, в общем, поеду я в гости. В самокате увидела. Мне что нравится онлайн, когда заказываешь, сразу можно увидеть, со скольки лет использую. Потому что у меня племянник один год, другому три. И хотелось бы взять такой универсальный продукт, потому что если что-то младшенький увидел у старшенького или наоборот, как правило, это ор. Поэтому просто, чтобы могли пользоваться вместе, я взяла, во-первых, детское мыло-пенка для рук. Очень хорошие отзывы гипоаллергена. И не ожидала такую большую банку. Если вдруг вы приобретали, то напишите, пожалуйста, ваш отзыв. Потому что по детским продуктам я профан. Но я всегда стараюсь идти не только с вкусняшками, но ещё что-то полезненькое с собой тащить. Дальше. Вот здесь было написано с первых дней жизни. Они тоже без парабенов. Натуральный тип состав практически. Срок годности хороший. Пол-литра стоил... Пенка стоила 270-280. Вот эта штука в районе 600 рублей. Сано-сан. Не знаю, что за бренд. Если вы приобретали, опять-таки жду отзывы и буду благодарна. Вот это с трёх лет написано. Но я загуглила. На Азоне хорошие отзывы. И на Азоне стоило 350, по-моему, рублей. А тут по скидке рублей в 200. Мне обошёлся... Это идёт, по-моему, шампунь-тере, пена или гель для душа. Чё-то такое вот. Вот, кстати, написано. Я тут придумываю что-то. И бренд вот этот Lylan, Lillian. Я не знаю, как правильно он читается. Впервые вообще слышу, вижу. На него, в принципе, хорошие отзывы. Поэтому буду пробовать ещё что-то. Там есть розовая версия для девочек. Но так как у меня там два пацана, естественно, я взяла синенькую версию. Младшенькому, я не знаю, можно, не можно. На самом деле, если написано от трёх лет, я бы год-полтора, наверное, не стала ребёнка таким мыть. Но просто хотела купить красивую упаковку с крокодильчиком. Почему бы и да. Вот. Вроде пока всё. С меня ещё видео со сводчаем палеткой. И при том, что крашусь я сейчас крайне редко. Я надеюсь, что в ближайшей хотя бы неделю-две я с этим управлюсь. Потому что сделаю вам сводчи. И, наверное, я хочу перед этим сделать макияж, чтобы сказать вам, как это всё держится. Но с тенями и фраше я, в принципе, знакома. У меня была палетка что-то там янтарная. Потом палетка синяя зимняя коллекция. И, надеюсь, это меня также не подведёт. Тени и фраше мне нравятся. Единственное, там были какие-то серебристые блестящие. И вот они очень сильно осыпались. И одну из новогодних палеток, года четыре назад, наверное, её пять выпускали. Я просто выбросила, потому что я её даже отдавать никому не хотела. Делаешь красивый блестящий макияж, через два часа ты просто у тебя все эти блестяшки под глазами. Ты такая снегурка с будуна получаешься. Вот, поэтому всё равно хочу сначала сделать макияж, потом уже сводчи, чтобы дать полный-полный вам обзор. Вот, теперь точно всё. Спасибо вам большое за просмотр. Буду ждать ваши отзывы. Всем пока-пока.